Я в своем докладе коснулся, в первую очередь, проблем ЖКХ и социальной сферы. ЖКХ – это проблема, связанная с экологией. Это 26-й коллектор, естественно, это 3-я КНС. То, что касается социальной сферы, это очередь в детские сады, 6,5 тысяч детишек, а вообще 17 тысяч заявлений. Это при том, что практически уже 187 садиков на сегодняшний день в городе работают. А чтобы исключить очередь в 6,5 тысяч детишек, это, по сути дела, нужно еще 30 садиков построить. Это, конечно, безумно серьезная проблема. Причем, по нашим оценкам, по экспертным оценкам, это примерно порядка 6,5 миллиардов рублей стоимость строительства таких садиков. Поэтому, как один из вариантов, был предложен вариант все-таки альтернативно смотреть на частные небольшие группы. Это, конечно, не самый дешевый вариант, но ждать строительства 30 садиков, это придется 10 лет, учитывая, вот на следующий год в Жевске запланировано только 3 садика начать строить, начать строить, а нужно 30. Естественно, вторая смена в школах, тоже достаточно серьезная социальная проблема. Ну а вообще, если говорить о проблемах текущего дня, я об этом тоже в своем докладе говорил, это проблема несбалансированности бюджета. Ее нужно решать просто вот вчера буквально. Буквально вчера. Несбалансированность, судя по вопросительному выражению вашего лица, что такое несбалансированность бюджета? Ну, во-первых, есть дефицит, который бюджетным законодательством определен, он должен быть не более 10%. Он есть. Кроме этого дефицита есть просто нехватка денежных средств на какие-то социально важные, значимые вещи. Ну, например, мы входим в зимний период, нужно вывозить снег с улицы, пока нет контракта. Освещение в темное время суток, тоже денежных средств заложены в текущем бюджете, пока не хватает. И таких сумм набирается достаточно много. В декабре будет погашение бюджетного кредита 181 миллион. Общая сумма нехватки денежных средств оценивается порядка 57-9 миллионов рублей. Их нужно где-то искать срочно. Вот это вот проблемы текущего дня. В своей программе, которая представляла сегодня конкурсная комиссия, упор был в основном сделан на инвестиционную привлекательность города, как фактор привлечения и активного участия бизнеса в развитии экономики городской. А второй упор в силу того, что я представитель социальной сферы, конечно, я проекты и конкретные какие-то действия предлагал в социальной сфере. Это и в теме образования, и в теме популяризации здорового образа жизни, и поддержки граждан пожилого возраста. В отношении развития туризма здесь, конечно, решение какое-то личное принимать нельзя. Это всегда очень такой коллективный разговор, коллективное общение. И сегодня мне один из членов комиссии задавал этот вопрос все-таки, а какие, в общем-то, я представляю себе виды туризма в Ижевске, насколько он способен в этом отношении. Вот мой небольшой опыт работы в этой отрасли говорит о том, что Ижевск вполне может претендовать на звание города, который может продвигать деловой туризм и событийный. Вот, если в двух словах так. Продолжение следует...